всем доброго времени суток у нас сегодня очень такая актуальная тема очень значимая тема в нашем здоровье и сейчас мы познакомимся вообще с нашим кишечником может кто-то для себя возьмет впервые такую информацию до узнает не все мы всегда но можем точнее не у каждого есть возможность где-то найти на просторах интернета до в том числе полезную информацию и и и и как бы вот усвоить до восприятия как бы использование в жизни да поэтому у нас а сегодня такой познавательный зум и очень будет полезный берите обязательно какие-то темы на заметку старайтесь конспектировать да это вам пригодится в жизни для понимания где находится наше здоровье и в том числе не только здоровье но и наша красота и я хочу сейчас вас познакомить с важными функциями кишечника о которых даже не каждый из нас задумывается наш кишечник это уникальная такая система причем достаточно больших размеров и вот смотрите какие задачи у кишечника это транспортная функция да то есть он передвигает это перистальтика кишечника до передвигает когда он пищу то есть это мышечная его работа и мы потом в дальнейшем до разберем почему это такие очень важные функции да и что происходит при их нарушении перистальтика передвижение пищеварительная функция да это когда уже участвуют ферменты и начинает пища там уже до расщепляться в стенках кишечника следующая важная функция это всасываемость кишечника то есть у нас даже вода всасывается именно в стенках толстого кишечника и соответственно конечно же пища всасывается в стенках кишечника то есть не самой до стенкой а именно ворсинками кишечника в каком состоянии эти ворсинки, вот такое у нас качество, всасываемость пищи. Вот, это, то есть, одна, да, тема. Но тут опять одну из них, мы даже не догадываемся, что она существует, это эндокринная, то есть в слизистой кишечнике есть определенные клетки, которые отвечают за выработку гормонов. Далее, это у нас иммунная, то есть по факту у нас 70 процентов иммунных клеток вырабатывается в стенках кишечника. Где лежит иммунитет? В кишечнике. Далее, выработка там происходит, серотонина, да, вот опять же мы про гормональную функцию говорим, серотонин, гормон радости. И в каком состоянии у нас кишечник? В таком состоянии наша радость. Если мы смотрим на тему зашлакованности, да, то есть человеку по факту сразу видно, по внешнему виду, по его энергии, в каком состоянии у него будет кишечник. То есть, когда мы, особенно весной, обратите внимание, идешь по улицам, а там такая печаль, печальная в глазах у людей, да, то есть какая там радость, когда кишечник завален всем подряд, но точно не ромашками. И плюс одна из тоже немаловажных таких функций, это наличие, место жительства для полезной микрофлоры. Опять же, полезная микрофлора, когда у нас в достаточном количестве в кишечнике, когда именно полезной, а больше, чем патогенной микрофлоры, то это говорит о здоровье кишечника. Тогда нету бурления, газообразования, тогда вам абсолютно комфортно все, ну, происходит, да, весь процесс. И опять же, когда достаточное количество полезной микрофлоры, то высший иммунитет патогенную микрофлору в этот момент вытесняет полезное. Как только нам не хватает полезной микрофлоры, то, соответственно, патогенная будет превалировать, да, а когда патогенной много, но интуитивно мы понимаем, что это равно уже болезнь. Вот, то есть сам кишечник, его задача, это выработка еще и нейромедиаторов, представляете, то есть тут не просто пищеварительная даже, да, функция, а представляете, сколько важных задач выполняет один только наш кишечник. Мы реально вот об этом органе не все знаем и не все, как бы, оцениваем, да, важность его чистоты. Когда мы говорим, что состояние кожи, да, проблематичное, тут все кидаются косметологам, косметологи спасите, тут маски какие-то нам дайте, да, уколами нас наколите. период гормональной дисфункции у подростков затягивается в достаточно уже взрослую осознанную жизнь, и люди говорят, ну подождите, если там как бы все объяснялось именно тем, что нарушение гормональной еще функции, да, неустойчивая выработка гормонов, то когда во взрослой жизни у людей там 30, 40, 50 смотришь лет, да, лицо-то не изменилось, а точно так же оно с проблемами, и тут уже начинаешь задумываться, а точно ли косметологи, да, могут спасти эту ситуацию, когда люди идут только в одностороннем порядке решения своего вопроса, это и цвет кожи, да, в том числе это актуально, или серый землянистый цвет, или он сияющий, да, когда там естественный румяна, когда там кожа вся светится, она вся молодая, красивая, независимо там от вашего особого возраста, да, состояние кожи, важно понять, в каком состоянии кожи, да, в таком состоянии, собственно говоря, ваша внутренняя среда, а первичный кишечник, исходя из тех функций, которые мы сейчас, да, вот понимаем, то есть сколько задач у кишечника. Соответственно, чем чище у нас этот орган, тем красивее мы, моложе, кожа красивее, тем у нас всасываемость лучше будет, и тогда меньшим количеством продуктов нам можно будет насытиться. А чем грязнее кишечник, а заваливается он у нас некачественной пищей, питание у нас на сегодняшний день в нашей жизни, ну, такое химическое, да, то есть мы это прекрасно понимаем, плюс обусловлено нашим высоким ритмом жизни, потому что полноценно питаться мы не можем, да, это где-то, ну, высокая занятость, то есть сейчас люди по максимуму загружают свое свободное время, у кого-то работа полностью поглощает это свободное время, кто-то рационально мыслит на это, да, и там секции огромное количество, там изучение, там материала, еще чего-то, некогда просто готовить, и мы тогда кидаемся на быстрое потребление еды, то есть это фастфуды, да, это там пиццы заказываем, гамбургеры, там суши, там, ну, то есть вот питание быстрое, и 21 век у нас за счет вот этого высокого ритма жизни, мы настолько вот этим перекусами заполнили полноценное питание, а перекусы далеко, опять же, не, так скажем, не безопасны для нашего здоровья, да, как оказались, это канцерогены, это консерванты, но еще и самый такой важный процесс, который, опять же, мы упускаем за своего просто незнания белая мука, которой на сегодня огромное изобилие, да, это булочки, это печенюшки, это наши вот перекусы любимые, это, опять же, там, гамбургеры, это пиццы, да, то есть вот это вот все питание с белой мукой, это слизеобразующий продукт, и вот когда потребляем много продуктов белой муки, то тогда наши ворсинки заклеиваются к кишечник, а вот представляете, вот это вот клейковина, да, чем опасно вообще вот этот прием белой муки, в ней высокое содержание клейковины, и вот клейковина заклеивает наш кишечник, его ворсинки, в этот момент нарушается всасываемость, и какого бы дорогого там шикарного качества нутриенты вы бы не ели, какую бы дорогую пищу вы не ели, как нам кажется, да, там, экологически чистую, там, мы уже там вот и салатики кушаем, да, только, и вот там мясо там мраморное, и вот, ну, может, да, кто-то себе это позволит, а состояние здоровья-то не улучшается, то есть и витамины, да, пьют, и минералы люди пьют, результата нет, и говорят, да пили мы ваши витамины почему-то не помогают. Конечно, давайте разберемся с состоянием вашего кишечника. Кишечник на такое состояние заваленное, заклеенное, заваливается опять же чем? Мясо усваивается у нас всего лишь на 20-24%, представляете? 20-24, остальные 80% просто гниют в нашем кишечнике, просто гниют. Плюс там это все еще и заклеивается мукой, да, белой, плюс еще есть любители картофеля, такие прям большие любители картофеля, картошка тушеная, картошка жареная, толчонка, да, на праздники всегда там толчонка, а есть что и не на праздники, да, практически продукт каждого дня. Ребенка чем накормить, как правило, мама? Толчонка с сосисками, да, вообще оригинальное блюдо, утопия просто для нашего кишечника, то есть когда мы потребляем вот много такой еды и на постоянной основе, мы должны понимать, чем это чревато для нашего здоровья оказывается. Вот, поэтому питание имеет роль, да, мясо гниет, белая мука заклеивает, картофель заклеивает это все, большое употребление белого риса, то же самое, когда мы варим рис, да, рисовый отвар, мы знаем, что он такой, ну, так говоря, слезняк, да, такой слезняк-слезняк, то же самое, все это абсолютно заклеивает наши стеночки кишечника, наши ворсинки кишечника и это приводит к его дисфункции. В таком состоянии в кишечнике не может происходить нормально переваривания пищи. В таком состоянии кишечника, особенно когда мы говорим, что нехватка ферментов, да, то есть сам он уже не может выработать достаточное количество ферментов. Из пищи мы его в том количестве, которое нам необходимо взять, не можем. Если мы еще и недополучаем эти ферменты извне в виде растительных ферментов, да, ну, тогда это вот приводит к завалам недопереваренной пищи. Плюс еще у нас такая проблема 21 века, о которой многие знают, но не каждый задумывается о ее серьезности. Это когда как раз таки не работает перистальтика кишечника. Она стоит колом у нас по какой причине? Нервные срывы. На сегодня, особенно вот эти два года у нас в каком мы, ну, прям состоянии повышенной, да, нервной возбудимости, то есть это мы прошли период ковида, стрессанули, да, сейчас идут у нас далеко не очень хорошие действия по политическим темам, да, и понятно, что это опять же огромное количество людей, которые стрессанули. Это какие-то изменения по, там, работодатели, да, внесли, где-то прошли огромное количество сокращений, там, снижение зарплат, стресс, стресс. И такой стресс, когда мы вот, ну, все сжатые, да, находимся вот в этом состоянии, мы прям вот как оголенные провода, коротить нас начинает. Вы понимаете, что в этот момент кишечник точно такой же, как и ваши вот мышцы, да, зажатые. То есть это поднимается давление, сжатые сосуды. Это не работает перистальтика кишечника, он как труба стоит колом. Все, мышцы не работают, движения нет. То, чего должно там у нас выйти, плюс эти все завалы, это приводит к запорам. Запоры на сегодняшний день пришли к такой уже высокой тенденции, да, что людей, если кто возьмет статистику, всегда оперируйте как раз-таки статистикой. Она на самом деле отрезвляет и дает посмотреть этой картине реально в глаза. И когда смотришь, какое количество молодых, кстати, людей ложатся на операцию, им выводят вот эти трубки, да, из кишечника, они с мешочками этими ходят. Кишечник не работает, это приводит к частым, когда вот завалам, да, неработающей перистальтики начинает процесс гниения запускаться. Это раковые опухоли. Тоже посмотрите, какая высокая статистика раковых опухолей именно кишечника. При таком состоянии это просто, ну, вот, бомба замедленного действия. Не знаете, когда рванет. Поэтому это такой вот очень важный процесс. То есть включается обезвоживание, включается колом стоящая мышца, да, не работает перистальтиком, вот, и, ну, плюс заваленная, да, вот вообще сама ситуация. Плюс, опять же, гиподинамия, да, это мышцы, и мы должны понимать, когда мы сидим и чаще, чем, извините, ходим, да, не просто так продуманная система, сделай 10 тысяч шагов, да, это приведет тебя к одному из шагов здоровья. Вот, то есть это тоже важно понимать. Физическая нагрузка должна быть. При физической нагрузке работает лимфатическая система, по-другому она не работает. Это, опять же, отток, да, это процесс, как бы, детоксикации естественной нашего организма. Кстати, наш кишечник не только работает на переваривание пищи, да, идентификацию, всасываемость, выработку гормонов, там, чтобы полезная микрофлора вся была, но еще и задача немаловажного кишечника на себя принимать сброс лимфы. Лимфоканализация нашего организма. Вот она, представляете, подходит, как бы сбросится, да, в кишечник. А кишечник-то весь заклеен. Кишечник не может принять эту лимфу на себя. Что происходит? Лимфа стоит, стоит, да, все это клокочет, клокочет, а потом выбрасывается на самый большой выделительный орган. Это кожа. И тогда происходит заболевание всех абсолютно кожных проявлений. Это как раз-таки угреватая кожа. И именно поэтому это не гормональная тема, а состояние вашего кишечника. Все, что на коже, как говорят, кожа – это зеркало кишечника. Вот как только вы посмотрели на свое отражение, вы четко понимаете, в каком состоянии ваш кишечник. Кожа будет серая, тусклая, сухая. Там будет образование идти вот как раз-таки угреватого состояния, да, плюс выброс на кожу. Где идет? Это все аллергические проявления. Это псориаз. То есть все, что должно сброситься в кишечник и кишечник естественным путем должен вывести, находится в вас. Поэтому аллергия, псориаз и любые темы кожных проявлений – это не болезнь. Это не косметическое состояние, да, где-то, когда мы хотим исправить. Это не помазать снаружи. Какую мазь можно применить, порекомендуйте ситуацию, да, псориаз. Это все, что у вас внутри, все наружу вышло. То есть вы при этом состоянии должны понять. Кишечник завален полностью. Плюс это обезвоживание, закисление, парадитарная инвазия, нехватка макро-микроэлементов. Так что все надо зрить в корень. Да, где проблема? В кишечнике. От кишечника зависит напрямую наше здоровье всех абсолютно органов. И можете загуглить. Есть карта заболеваний по заваленности кишечника. Она, кстати, есть, посмотрите, видео от… Хорошее очень, кстати, видео. Я прям влюблена в него про абрикатаб. И там первая часть – это рассказывается о как раз-таки кишечнике, о влиянии его на наше здоровье. И вот там показывается эта карта кишечника. То есть какой уголок у кишечника, какая часть его завалена, там гормональная система не работает, репродуктивная система не работает, щитовидную железу вырубила, поджелудочная железа. То есть все зависит именно от кишечника. Где каловые массы собрались, где там слизи побольше собралось, вот там процессы воспалительные включаются. И, соответственно, это отражается на вашем здоровье. Поэтому это прям важно понять. Вот. И там же вторая часть этого эфира стоит от разработчика как раз-таки Абрикатаба, да, вот который рассказывает, почему там важно на Рене, да, почему используется именно здесь. И там он, кстати, тоже вот задевает эту тему, что научно доказанный факт с хеликобактером работать практически невозможно. От него избавиться нереально. Это настолько устойчивая бактерия, но она легко абсолютно подвергается вытеснению, когда полезной микрофлоры у нас в достаточном количестве в кишечнике. Понимаете? Все намного проще, чем нам хотелось бы, да, там. Прекомендуйте нам лечение. Нет лечения. Существует процесс очищения и восстановления. Вот это важно для себя понять. Нет диагнозов. Есть состояние внутренних сред. Поэтому это прям очень-очень важный такой процесс. Так что в каком состоянии ваш кишечник, в таком состоянии ваше здоровье? В каком состоянии кишечник, в таком состоянии ваша энергия? В каком состоянии кишечник, в таком состоянии ваша кожа? Это ваша молодость. Если хотите продлить эту молодость как можно дольше и получить самый классный эффект от своей жизни, это в том числе, как я выгляжу, как я себя ощущаю. Если у меня есть интоксикация, вот у кого головные боли? То есть представьте, все, что должно выйти, оно всасывается. Высокая степень интоксикации, то есть овно давит на наши мозги. При таком состоянии. Теперь скажите, а будет ли ребенок запоминать информацию? А будете ли вы здравомыслящим, нормальным, адекватным человеком? Да, конечно, нет. Представляете, давят эти токсины на ваш мозг. Какое там будет мышление позитивное? Да его там, конечно же, не будет. Там только негативные мысли будут. Это однозначно. Откуда тут гормон радости? Сколько вы его там не пихаете, как вы его искусственно не пытаетесь поднять? Пока кишечник не приведете в порядок, серотонин не начнет вырабатываться самостоятельно. У нас организм очень умная система. И вот для того, чтобы запустить этот процесс снятия интоксикации, улучшение всасываемости кишечника, перистальтика кишечника, чтобы работали, вся пищеварительная, да, хорошо сбрасывалась желчь у нас. Поджелудочная железа работала как часы, свои ферменты вырабатывала, плюс мы еще дополнительно даем растительные ферменты, тогда пища переваривается, эндокринная система наша работает как часы. И у нас происходит как раз-таки, да, иммунитет наш поднимается у ребенка. Снижен иммунитет. Ответы сейчас, да, как на поверхности лежат. В каком состоянии кишечник вашего ребенка, когда он употребляет огромное количество сахаров, он ест у вас эти синтетические сосиски без ферментов, да, и вообще, в принципе, плюс он у вас ест только картошку или макароны, плюс у него там однозначно полезной микрофлоры при таком состоянии нет, булок количество огромное, да, кушаем. Тот же самый садик, посмотрите, сколько мучного у детей. Там булочки пекут, печенюшки выдают, да, это не говоря, что вы еще и дома даете ему. В каком состоянии будет кишечник? Да в заваленном. Откуда же тут будет иммунитет работать у ребенка? Поэтому важно осознавать, что иммунитет, красота, энергия, работающие у нас мысли адекватные. Ваш позитивный взгляд на жизнь зависит от чистоты вашего кишечника. Так что обратите на это внимание. И для того, чтобы наш кишечник работал как часы, у нас есть классные программы. Программа «Здоровый кишечник». Продукт на каждый день. Детям можно, взрослым можно на постоянной основе абсолютно принимать. Вы измените свою жизнь кардинально. Задача у программы «Здоровый кишечник» убрать лишнюю слизь, запустить перистальтику кишечника. Там будет магний. Он будет расслаблять наши стенки кишечника, когда они сподзмерны. Будет восстанавливать нашу нервную систему. Там будет поддержка печени. Там будет желчаток очень хороший, потому что там артишок. Заферран у нас включит. Лецитин туда включит. То есть это и вода из жирорастворимых токсинов, потому что там коралловая вода и лецитин есть. Там включены и ферменты, и папайя, и ассимилятор. Это прям наши помощники на каждый день. И там же и будет насыщение кишечника витаминами и минералами. Включены 17 нотариентов и коралловая вода. И плюс на первом этапе такая маленькая, так скажем, тема противопоразитарная. Там включен коралл черный орех. Но коралл черный орех еще знаете. Влюбитесь вообще тоже в этот продукт, как в самостоятельный, дополняющий любую вашу программу. У него уникальность в чем? Содержит большое количество витамина С. А это укрепление иммунитета. Мы знаем, да? А это укрепление стенок сосуда. Плюс там же югон. Югон будет восстанавливать слизистую желудка и кишечника. Если там особенно имеется язвенное образование. Плюс хорошо работает с грибами, с вирусами, с бактериями. Хорошо работает у нас с круглыми червями, с вирусом герпеса хорошо справляется. То есть у него такая многозадачность. И он там используется всего 10 дней. Поэтому вы можете баночку добрать и спокойненько пропить его весь месяц. И тогда у вас программа «Здоровый кишечник» будет еще и совместно с противопоразитарной. Возьмите туда парафайт и коралл черный орех. Вот вам счастье-то и будет. Вот. Поэтому можно детям, можно и взрослым. Программа «Коловада» – это просто уникальнейшая программа. Влюбитесь в эту программу и профилактически используйте ее два раза в год. То есть это продуманная вообще система, глубокая система очищения кишечника. Но еще у нее задача очищения на клеточном уровне. То есть это мощный адсорбент. Там используются специальные составы в коктейлях. То есть в одной из программ «Коловада плюс» – это глина-каолин. В другой – это больше растительного содержания. Причем, если кто-то недооценивает «Коловаду light», то уже рассмотрите ее совершенно по другим углам. Там очень шикарный набор, который работает на бронхолегочную систему. И у кого снижен иммунитет, у кого как раз подвержены процессы именно бронхолегочной системы, постоянной бронхиты, какие-то там танзелиты, там еще что-то, то как раз-таки вот самый классный вариант – это взять программу «Коловада light». Я сама с большим опытом ранее пурения, и, конечно же, легкие были так забиты, что дышала через раз. Я и прошла просто неимоверное количество «Коловады light». Это у меня прям программа «Моя любимка». Сейчас я ее использую каждый божий месяц. Ну, я себе так придумала. И у меня, наконец-то, легкие задышали. Так что, опять же, в период простудных заболеваний первый этап – вы можете взять ребенку. И там прям такой состав, почитайте. Это вот, ну, просто уникально подобранные эти все травки. Вот. Так что «Коловада light» либо «Коловада плюс» используют для глубокого очищения кишечника. Можно профилактически, как два раза в год. Также и при каких-то серьезных темах, это в том числе, да, вашего внешнего вида, в том числе, когда серьезные какие-то отклонения по здоровью, серьезными заболеваниями, то «Коловада каскадная». То есть три месяца подряд. Вы увидите, какие шикарные результаты вы получите. Это энергия, это ресурс. Это хорошо работающая лимфатическая система. Все будет у вас сбрасываться в кишечник. Кишечник очень хорошо это будет выводить. Это работающая перистальтика кишечника. Это когда у вас улучшенное всасывание, соответственно, меньшим количеством продуктов вы можете наедаться. Это когда практически на все сто у вас всасываются все макро-микроэлементы, которые мы получаем извне, витамины и минералы. То есть вы вот настолько улучшите свой жизненный процесс. Кстати, одна из основных задач у кишечника, когда тема касается именно репродуктивной системы, то есть завалы в кишечнике давят на нижнюю часть, да, нижняя часть нашего тела, и там вся репродуктивная система. И вот как только у вас происходит нарушение гормональной системы, именно в репродуктивной части, да, это у женщин. Нарушение менструального цикла – это ранний климакс. А на сегодня, посмотрите, то есть это женщины 30-летнего возраста уже с климаксом. Гинекологи говорят, ну что делать? Да, климакс сейчас помолодел. Это норма. Нет, это не норма. Это заваленный абсолютно ваш кишечник всем, только не ромашками. Поэтому нету такой нормы. Есть норма чистый кишечник и норма работающая гормональная система, как часы. Гормональная система, кстати, перестает работать как в грязном токсичном нашем организме, так и при сниженном ПАШ внутренних средствах. В кислой среде гормональная система не работает. Это и щитовидная железа, да, и репродуктивная система в том числе. Так вот, это ранний климакс. Это миомофибромиом, это бесплодие. Кто бы мог подумать, опять же, какое бы количество людей, точнее, бесплодных, да, семей, зная, что все лежит на поверхности, все лежит в самом простоте абсолютного использования нашей жизни, да, это вот почисти, приведи кишечник в рабочее хорошее состояние, и, соответственно, никакого бесплодия-то и не будет, да. Уберите завалы, запустится ваша репродуктивная система, опять же, дайте из чего. Вот, то есть питательные вещества дайте. Далее. Темы как раз-таки болезненных месячных. И сейчас посмотрите, просто кишит этой темой, да, у меня там критические с такими болями только начинаются, я там эти таблетки обезболивающие, попало случайно на один канал, несколько тысяч женщин, которые пишут, да, и у меня такой же. Вы просто представьте, тысяч несколько, это миллионов, да, если брать, вот вы понимаете, на одном аккаунте несколько тысяч, которые написали, да, у меня такая же ситуация, и просто это караул. А если почистить кишечник, то никаких болей не будет. Это высокая степень интоксикации, паразитарная инвазия, то есть разберитесь здесь, все это просто. Если мы говорим темы мужской гормональной системы, то это опять же заваленный кишечник будет напрямую работать на то, что у мужчин нарушается вообще, в принципе, его половая активность. То есть она снижается кардинально. Плюс это простатиты. И опять же рекламы, да, посмотрите, простамол, просто быть мужчиной, да нет, не будет он мужчиной простамола, поверьте. Это временное снятие симптома, которое к здоровью не приводит. Если привести порядок к кишечнику мужчины, то, соответственно, никакого простатита и не будет. Плюс простатит, ит, да, кто-то там живет уже на такое токсичное состояние. Вот, поэтому все вообще лежит на поверхности. Обязательно уделяйте внимание чистоте кишечника, и вы увидите, насколько изменится ваша жизнь. Насколько вы внешне изменитесь. А поверьте, это процесс омоложения запускается. Кстати, на четвертые сутки оголодания, это научно доказанный факт, происходит клетки, запускаются клетки молодости. Представляете? То есть это настолько, ну, многогранно работающая программа Калавата, да, это напрямую ваше запускается омоложение. Вот, так что начните следить за своим кишечником и заполнять его всем необходимым. А необходимая как раз таки, это на постоянной основе, растительные ферменты. Это ассимилятор, да, и папайя. Вот, то есть продукты каждого дня у нас. Это, конечно же, полезная микрофлора. Продукт на каждый день, суперфлора. И очень классно, что у нас есть еще один новый продукт, метастик. Пожалуйста, в жидкой форме используется. Можно давать и детям, да, растворили с водичкой, и далее очень легкий прием. Вкусненько, кисленько. Никаких лишних добавок там нет, только микрофлора там идет. И причем это умная система, которая дает возможность уже прижиться хорошо полезной микрофлоре и там создать вот такой симбиоз, при котором у нас будет восстанавливаться вся наша абсолютно иммунная система. Вот, это улучшает процесс восстановления при любых кожных проявлениях, в том числе это псориазы, это любые формы дерматита. Я ждала, конечно, когда у нас будет такая классная возможность с нетерпением, потому что прошла с дочкой вот этот очень тяжелый путь атопического дерматита. И как раз-таки консультацию получала у Ольги Алексеевны Бутаковой лично в Минске на форуме в 2016 году. И, ну, вот подошла лично, я говорю, что же делать, вот уже и вот такой и такой путь проходим. И она тогда сказала, заселите микрофлору в кишечнике, наведете там порядок, и ребенок быстро восстановится. Ну, то есть, если брать во внимание, допустим, суперфлоры, да, мне надо было большим количеством это все нагружать, то сейчас вот, ну, понятно, мы восстановились, да, ну, могли бы сократить этот процесс восстановления многократ, если бы вот этот еще и классный продукт у нас был тогда в продаже. Ну, сейчас он есть, да, и это тоже даст возможность огромному количеству людей, применяя его, быстрее получить свои результаты по здоровью. Вот. Поэтому ваше понимание, где лежит иммунитет, да, заложен, почему у нас, ну, такая ситуация происходит тоже, да, понятно, почему запоры происходят, это не работает перистальтика, спазмирован кишечник, обезвожен кишечник, да, и, ну, завален всем, поэтому надо при таком, как бы уже заваленном состоянии, надо очень хорошо ему помочь. Это и программа «Здоровый кишечник», и, конечно же, «Коловада». Если у нас мы проходим каждую весну и осень, да, то сейчас, ну, понимая, я хочу результаты другие иметь, я захожу независимо. Зима, весна, лето, осень. Я себе придумала каждый месяц. Вот. И наслаждаюсь результатом, если честно. На такое состояние кишечника очень классно, но я понимаю, что, да, всасываемости лучше намного, и уже коллаген шикарнее входит, результаты быстрее, да, в белурон шикарнее входит, результаты быстрее. То есть я на 100% доставляю важные, ценные, полезные вещества для своего организма, быстро встраиваются во все абсолютно ткани, органы и системы, да, и лучше в многократный результат. Вот. У меня из такой обзорной части все, и сейчас я хочу пригласить именно наших участников, которые расскажут результаты, которые они получили, да, на программах очищения, к чему это приводит. Так, сейчас, секундочку, заодно зайду. Заминка небольшая. Так, Лена Митяева у нас подключилась? Лен. Есть возможность там руку подними, чтобы тебя Павел увидел. Лен, напиши. Так, Лена, да. Все, отлично. Леночка, я тебе передаю вторую часть по результатам. У нас расскажут реальные люди, да, чтобы вы увидели, как поднять руку. Так, сейчас я тебе покажу. Сейчас, секунду. Вот у нас есть реакция. Нажми на реакции. И там самое наверху подняйте руку. Такая ладошка будет. Так, бум. Ты поднимешь руку, и тебя Павел увидит. Сейчас я ему напишу. И все остальные, те, кто сейчас будет участвовать именно в результатах, ладошки свои будете поднимать, да, чтобы Павел вам, ой, ой, включил. Лена, что ты будешь? Всем доброго, доброго дня. Меня зовут Елена Митяева. И я сегодня ответственная за результаты по программам, за результаты полученные, за результаты, которые были у людей с кишечником. Но я сама одна из них, потому что у меня длительное время после переезда за границу начались прям серьезные проблемы с состоянием кишечника. Я о нем расскажу немножечко позже. А сейчас я хочу пригласить Ирину Рикер, поскольку она находится на мероприятии в Будапеште, и мы ее отпустим. Она расскажет свою историю, она живет в Германии. Ирочка, пожалуйста, тебе слово. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Я надеюсь, что меня слышно, видно. Вот, конечно, хочу поделиться своим результатом. Так получилось, что мы пришли вообще в Коралловый клуб для того, чтобы поправить здоровье ребенка. Да, у нас младший сын родился, и на протяжении четырех лет была такая постоянная проблема с кишечником. То есть ребенок ходил нерегулярно в туалет, у ребенка были постоянные неприятные ощущения. То есть как сходить в туалет, ребенок уже начинал бояться. И, в принципе, мы начали довольно-таки давно решать эту проблему, но врачи как-то в Германии к этому вопросу относятся очень странно. Нам сказали, что, в принципе, если ребенок неделю не ходит в туалет, это нормально. На что я была просто настолько удивлена и хотела просто предложить врачу самому неделю не сходить в туалет и посмотреть на свое ощущение. Мы обратились к врачам в Голландию, в Бельгию, но, в принципе, никакого результата не было. Нам только предлагали какие-то такие решения вопросов локальные. Попейте сиропчика, и ребенок будет ходить в туалет. Да, когда ребенок пил сиропчик, он ходил в туалет, потом переставали пить, и все возвращалось. Все было бы не так страшно, если бы ко всей этой проблематике не присоединилось еще то, что когда ребенок стал ходить в туалет, у него огромное количество было крови в горшке. То есть это зрелище было вообще очень страшное. Видно, слабые сосуды или что, но это пугало не только нас, а и в садике воспитателей. И мы реально уже забили тревогу. Кроме того, у нас ребенок болел по 15 раз в году. То есть мы сами с мужем предприниматели, и для нас это вообще просто, ну, мы не знали, что нам делать. И, конечно же, мы, девочки, всегда в студиях красоты, везде делимся какими-то своими вопросами, и как раз я познакомилась с Анастасией Свердличенко, рассказала ей свою проблему про ребенка, на что она сказала, говорит, «Господи, сделай ребенку паразитарную программу, и все пройдет в течение короткого промежутка времени». Вы знаете, я даже не задумалась ни одной секунды. Мы тут же купили противопаразитарную программу, и ребенок стал идти по программе. Ребят, через месяц у нас проблема практически была решена. То есть мы как-то не отследили этот момент, но с тех пор у нас больше не было ни разу крови в горшке, но ни разу, и ребенок перестал болеть. То есть мы в компании 3,5 года, и за это все время ребенок не заболел. Было пару раз такое, что поднялась температурка чуть-чуть, но мы прекрасно знаем, как с помощью наших продуктов решить вопрос в течение 12 часов. Все. То есть я просто счастлива, что оказывается все в этом мире очень просто. И благодарю вообще за такую возможность быть здоровыми. Благодарим тебя, Ирина, и отпускаем тебя на события в Будапеште. Надеемся, что там все будет замечательно. Ты тоже будешь выступать. Тебе хорошего дня. Сейчас я хотела бы рассказать о своем результате по кишечнику. Так вот, мне 53 года. В 44 года я переехала в Нидерланд. У меня всегда были проблемы с кишечником, но не настолько сильно, как они обострились после моего переезда. У меня начались систематические хронические запоры. Вот вздутие, такой сильный метеоризм, и боли. Боли в кишечнике внизу живота перед тем, как идти спать. И я не могла заснуть, потому что я принимала все время обезболивающие. Походы по врачам в течение пяти лет, они не привели никакому результату. Помимо запоров, у меня иногда случались совершенно неожиданно диареи. Прежде чем куда-то выйти с мужем, в какой-то ресторан, на какое-то событие, к примеру, я думала о том, что меня ждет. А меня, мы шли ужинать, к примеру, и я понимала, что после ужина у меня начнется метеоризм опять, у меня будет раздувать живот, я себя плохо чувствую, я не знаю, как у меня выработалось чувство вины по отношению к еде, я не знала, что есть, я могу, я не могу. То есть, когда мы куда-то приходили, я очень была избирательна в еде, и фактически на толком ничего не ела. Я жила на овсянке. Бесконечные обследования, так называемые лечения, что назначают? Назначают антибиотики, назначают какие-нибудь порошки для того, чтобы запустить процесс опорожнения кишечника. В общем, жизнь превратилась в какой-то ад, и мне еще не было 50, я думала, неужели на этом все закончилось. Я искала любую информацию о том, как сделать так, чтобы кишечник был здоровый, и я ничего не находила. Я находила какие-то клиники, какие-то сложные процедуры. Доктор мне сказал, что он ничем помочь не может, потому что поменяла климат, поменяла воду. Помимо этого, у меня было, опять же, о чем говорила Светлана, о чем говорила, о том, что это синдром хронической усталости бесконечный, у меня не было сил, не было энергии, давление поднималось регулярно. Ну, в общем, качество жизни просто было ужасным. Вот. И только тогда, когда я познакомилась с концепцией здоровья Коралл Клаб, это было в московском офисе, где я увидела также вот такое расписание со школами здоровья, и я решила пойти по концепции здоровья. И спустя несколько месяцев я уже привела свой кишечник, достаточно хорошее состояние, то есть проблемы с опорожнением кишечника в настоящее время вообще просто нет. Там уже спустя несколько месяцев я себя совершенно по-другому чувствовала. Я закупала таблетки в России, я постоянно мешками их возила, там какие-нибудь тримидаты для кишечника, потому что он спазмировался и так далее и тому подобное. То есть много чего было. Вот сейчас я вообще не пользуюсь медикаментами, я живу по концепции здоровья, я пользуюсь продуктом компании Коралл Клаб, я пью коралловую воду, и я считаю, что качество моей жизни, оно вообще просто кардинально изменилось, и ко мне как раз приходят очень часто люди с запросом, с запросом вот тех самых хронических запоров, хронических запоров, и я просто удивляюсь, как люди живут вообще просто годами, годами, годами с этой проблемой, и никак не могут ее решить. У нас сейчас, я хочу передать слово Марии Поповой, она живет в городе Хабаровске, и она сейчас тоже поделится своим результатом. Маш, тебе слово, пожалуйста. Да, всем здравствуйте. Попова Мария, город Хабаровск, мне 39 лет. То есть на данный момент моя проблема, это проблема кишечника. То есть с юного возраста, со школы, я постоянно, ну, у меня были постоянные проблемы с запором, то есть я по 10 дней, по неделям я не могла сходить в туалет. Я несколько раз лежала в больнице, но результата, ну, никакого не приносила. То есть вот до 39 лет, как я уже сказала, то есть у меня вот практически постоянно вот эти вот проблемы. Плюс последние полгода у меня все это стало высыпать на лице. То есть это гнойный, болючий прищей, который, ну, невозможно избавиться. Один проходит, появляется другой, третий, и так. В общем, и я в конце августа обратилась к Елене, к своей сестре. Я как бы давно уже за ней наблюдаю, я знаю, что она давно принимает продукты Кораллового клуба. В общем, она мне посоветовала, я начала пить воду, я наконец-то начала пить воду, потому что ранее я ее просто не пила от слова совсем практически. То есть я прошла программу Порошил, сейчас на программе Калавада, и я вижу результат. То есть мое лицо, даже вот после месяца принятия паразитарки, я просто вижу, да, ошеломляющий результат. У меня все лицо просто очистилось, перестали лезть эти прыщи. То есть если раньше я могла провести по своему лицу и чувствовала много-много прыщей, то сейчас этого нет. То есть следующим этапом будет это здоровый кишечник. Вообще я очень как бы рада, что познакомилась с данным продуктом. Спасибо Лене за то, что она меня сюда привела. В общем, я на этом не останавливаюсь, буду идти по концепции здоровья и надеюсь привести свой кишечник. Кстати, тоже за последние два месяца я регулярно хожу в туалет. То есть это тоже мой большой результат. Поэтому спасибо Каралу Кубу, Лене и всем. Маш, надо в первую очередь поблагодарить себя саму за то, что ты приняла это решение изменить качество своей жизни. Потому что я знаю огромное количество людей и я просто удивляюсь тому, как они живут наслабительных всю жизнь. Но при этом не предпринимают никаких шагов для того, чтобы получить другой результат, для того, чтобы жить без этих слабительных. Я отвечу на вопрос чуть позже. Тут у нас поступил вопрос. А сейчас я хотела передать слово Елене Владимирской из Коснодара. У нее тоже буквально недавно свежий результат она получила. Леночка, а ты здесь с нами? Я здесь. Да. Тебе слово, пожалуйста, о твоем результате. Мы вчера с ней созванивались и она меня просто порадовала и шокировала с одной стороны. Потому что я вообще люблю слушать результаты подопечных, результаты других людей, потому что ну просто это невероятно, когда люди избавляются от тех ужасных, жутких симптомов, с которыми они жили долгие годы и думали, что это нормально. Всем доброе утро или добрый вечер у кого? Ну, на протяжении наверное лет двадцати очень много проблем, хронические заболевания, вот как Ленка, у тебя практически все, что ты рассказала, процентов девяносто это все мое. Урчание, бурление, вздутие, вечные колики, боли, уголь всегда с собой, закупка раз в месяц в аптеку, все, что можно и нельзя для улучшения здоровья, скажем так, состояния, но это ничего вообще не помогало, постоянный дискомфорт, на работе сидишь на совещании, у тебя все там урчит, коллеги шутят, надо было брать там котика маскировочного, как в рекламе фистала, ну это смешно, не очень, на самом деле неприятно, вот думаешь тоже, что тебе надеть на какое-нибудь мероприятие, потому что ты выходишь из дома более-менее стройный, там поел, тебя раздуло, все это неприятно, до еды таблеточка, во время таблеточка, после таблеточка, чтобы это как-то убрать все эти симптомы, в общем, лекарства нам не помогали, это у нас семейная проблема, у всех в нашей семье по женской линии, наверное, наградили, не знаю, в общем, познакомилась с коралловым клубом, благодаря моей любимой сестре, прошла 90 дней программу, детокс плюс, коловаду плюс, прошил плюс, буквально уже на детоксе все это начало отходить, я не знала, что, на что обращать внимание, не следила, скажем так, за результатами, но потихонечку стало все уходить, значит, высыпание на лице, как у ребенка, как у подростка, отцвела, хотя у меня уже ягодка уже, а лицо отцвело, давление, давление, как у космонавта теперь, головные боли, практически ежедневные, все это ушло, и вот весь этот дискомфорт, кишечник, желудок, все, все, как будто этого не было, как будто я молодая девочка, лет, наверное, 20 скинула и 10 килограмм скинула, что очень приятно, вот, и еще можно, не мой результат, а родственницы, с 2011 года, с 2011 года, первый раз в унитазе, она увидела сформировавшийся кал, то есть человек не мог выйти из дома, потому что у нее постоянная диарея, если это какое-то мероприятие, она дня за два, за три начинала пачками есть лапирамид, постоянный страх, что она выйдет, и произойдет самое страшное, а терпеть нереально, то есть ты все время должен находиться у горшка, скажем так, и человек в шоке, она смотрела и не верила, неделю, вот уже неделя прошла, как она вот рассматривает произведение искусств свое, представляете, то есть это детокс, и 17 дней порошил плюс, чудеса бывают, 11 лет человек этого не видел, и никакие медикаменты не помогали, вот так. Ну, здесь задали такой вопрос, и я хочу тоже подвести немножечко итог, что все-таки состояние моего кишечника, оно во многом было убито антибиотиками, антибиотики убивают микрофлору кишечника, и пища, конечно же, не усваивается, он становится дырявым, там развиваются всевозможные глипковые инфекции, это, как следствие, это всегда у женщин молочницы, вот спросите женщину, когда женщина приходит с проблемами по гинекологии, тут же спросите ее следующий вопрос, а как с кишечником, всегда есть проблемы, вот это вот самая взаимосвязь, вот, поэтому, конечно же, вот здесь задают вопрос, что конкретно по продуктам, что входило в противопаразитарную программу, как решались вопросы с запорами и метеоризмом, понимаете, у нас в компании комплексный подход, и поэтому мы системы, мы решаем эти проблемы не одним каким-то продуктом, да, баночкой, это называется, ну, знаете, таким таблеточным мышлением, что вот эта баночка, она вот от этого, нет, у нас подход комплексный, первое, это гидротация, нужно создать в организме среду, в среду щелочную, в среду добавить минералы, в кишечнику нужны минералы в том числе, вот, нужно запустить этот механизм, потому что мы должны предотвратить эту проблему обезвоживания, у нас все внутри сухо, вода не заходит в клетку, поэтому у нас есть несколько программ, и в любую программу входит вода, но я всегда своим, значит, подопечным, клиентам говорю о том, что обязательно, независимо от того, какую программу вы покупаете, да, у вас должен быть еще H-500, как минимум, вода H-500, чтобы воду сделать водой, это обязательно, утро начинается с воды, с двух стаканов горячей воды, с H-500, коралловой воды, я очень часто использую концентрат воды, не просто там на полтора литра, я могу на кружку сделать, на полкружки, в зависимости там от своего состояния, там, большая кружка я имею ввиду, я обязательно рекомендую купить еще фан-детокс, потому что у нас у всех печень, печень зашлакована, печень это главный фильтр, если вы до этого принимали большое количество лекарств, то нужно печень разгружать тоже, нужно помогать создавать вот этот вот желчный отток, потому что печень и желчины, они связаны, они работают вместе, и нашу печенку тоже нужно очень хорошо разгрузить, очень хорошо ее тоже очистить, вот, я шла по программам детокс, первая программа была детокса, дальше не было детокса плюс, дальше у меня была программа коловада плюс, потом была программа появилась здоровый кишечник, я шла пошагово, потом я уже такую пропила, очень большую обширную программу, куда добавила и спирулину, потому что мы все тоже у нас интоксикация может быть с тяжелыми металлами, кругом очень много пластика, очень много бытовой химии, какой-то, мы можем дышать какими-то еще химическими элементами, поэтому наши органы и ткани накапливают различное количество токсинов, здесь помогает спирулина, помогает хлорелла, пандетокс был обязательно, то есть это были такие вот объемные, хорошие программы, так шаг за шагом, шаг за шагом, даем энергию, даем воду, очищаем, комплексы противопаразитарные, черный орех, и кора муравьиного дерева, это противогрибковые, противовирусные, месяц допустим так, месяц так, порошилк, порошилк содержит парафайт, там 12 трав находятся, и вот постепенно вот как бы снимается вот это вот слой за слоем, слой за слоем, уходит интоксикация, идет очищение клетки, восстанавливаются слизистые, и начинает хорошо работать пришествия. Вздутия сразу у меня прекратились, потому что ассимилятор, ассимилятор начал работать вместе с лецитином, и вот они убирали вот этот самый метеоризм, эти вздутия. Еще, спасибо, Леночка, огромное. Еще хочу вот обратить ваше внимание, некоторые говорят, у меня проблема с печенью, или у меня проблема с почками, как их вылечить? Поверьте, лечение слова не существует, существует восстановление. Почему происходит проблема с почками и с печенью? Их задача фильтровать кровь. Почки это фильтруют, выводят водорастворимые токсины, печень жирорастворимые токсины с одной и той же крови. И в каком качестве ваша кровь в таком состоянии ваши выделительные системы? Откуда попадает вся эта интоксикация? Через стенки грязного кишечника. Опять же, где проблема в кишечнике? Как только наведете порядок в кишечнике, соответственно, плюс добавите обязательно воду, то есть жидкие должны быть среды, текучие должны быть внутренние среды, как горная река, промытые всегда. Вот когда мы в состоянии горной реки чистых внутренних сред, когда чистый кишечник, тогда фильтруется чистая кровь. И в таком состоянии восстанавливаются клетки печени, восстанавливаются почки. Опять же, что такое песок и камни в почке? Выпадающие в осадок высокая концентрация солей. Это обезвоженное состояние организма. Поэтому, что надо сделать, как в рекламе советских времен, точнее, первых, лихих 90-х, первые рекламы, юпи, просто добавь воды. Вот когда у нас достаточный объем воды, то тогда промытые внутренние среды и нечему выпадать в осадок. Плюс, конечно же, мы понимаем, что противопаразитарные программы важны. Кстати, одна из причин того, что перистальтика у нас не работает, колом стоит кишечник, это парализация кишечника, какого-то его участка. Паразиты выбрасывают огромное количество нейротоксинов, парализуя стенки кишечника, то есть он сейчас колом встал, создавая как раз-таки там завалы залежи, где им очень комфортно питаться, то есть они сохраняют свою питательную среду. Вот поэтому противопаразитарные программы очень важно проходить. И для этого у нас есть все комплексные решения порошил, но туда добавьте обязательно фермент, в идеале его проходить вместе с программой корал детокс. И второй вариант более расширенный, это, ну, так скажу, лучший вариант это парашил плюс, но опять же я его рекомендую пройти одну коробочку за один месяц. Тогда это у нас не профилактическая дозировка, да, уже можно отнести к противопаразитарной программе. Опять же помним, противопаразитарные программы мы всегда делаем не менее двух месяцев подряд. Вот тогда мы говорим о действительно комплексном подходе, да, и работе с паразитами. Если касается грибов, то это от 6 до 12 месяцев, поэтому просто запасаемся терпением. И спокойно на программу, допустим, Coral Detox либо Detox Plus накладываем любые противопаразитарные наши травки. То есть сочетаем, да, можно парафайт сюда длительно, да, кошачий коготь чередовать там их, либо все вместе пить. Опять же серо, опять же там серебро, да, можем подключить, плюс у нас кора муравьеного дерева, плюс у нас опять же идет coral черный орех, чеснок, то есть это все противопаразитарные, противогрибковые травы, поэтому вы их используете на длительный период абсолютно спокойненько. Вот, получите этот свой шикарный эффект очищения, омоложения, да, и лучшая работа кишечника. И когда у нас нет патогенной микрофлоры и паразитарной формы в кишечнике, а только полезная микрофлора, тогда никаких вздутий не будет, никаких там проблем, интоксикации не будет. Кровь будет хорошая, хорошего уже качества, да, так как стенки кишечника будут в принципе восстановлены полностью. И опять же, синдром дырявого кишечника, это не просто синдром, да, это действительно его состояние, он как друшлаг. Представляете, он через свое пористое состояние, да, просто вот это вот ваше овно запускает в кровь. То есть, что такое синдром дырявого кишечника? Это когда он весь просто из, ну, поражен различными паразитами, да, они прокалывают стенки кишечника, это точно так же, как и бактерии, за счет нехватки клеточного материала, то есть, витаминов, минералов, аминокислот, стенка кишечника становится тонкой, вот отсюда-то у нас и проблемы, так что нарастить стенки кишечника, да, восстановить его целостность и улучшить его состояние, вот ваша приоритетная задача, нет волшебной пилюльки, существует концептуальный подход, и у нас все есть продуманных паковых решений, так что идя по ним, вы придете к состоянию здоровья, вот, ну, эфир наш, я думаю, что для всех вас будет очень-очень полезный, познавательный, и самое главное, применим сразу к действиям, сейчас зима, да, и будет возможность теперь осознанно подойти к теме иммунитета, где он, конечно же, в нашем кишечнике, вот, всем желаю здоровья, счастья, благополучия, ну, и, конечно, цвести, просто реализовывать себя, да, с комфортом, с кайфом в этой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,